Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Пара недель я отсутствовала по весьма уважительной причине. Гипс сняли, теперь я могу ходить. Две недели я останавливала, чтобы хотя бы немножко ходить без проблем. На это время гипс у меня решили все зацвести. Так, по идее это у дренаж. Такой красавчик. Будем лечить. Сейчас будет много видео. Во-первых, я уже могу ходить и таскать горшки. Могу мешать грунт. Соответственно, я уже даже съездила в поселок, купила уголь для дренажа. Итак, так что я полностью готова обрабатывать и сажать все, что имеется у меня в наличии. Итак, сплаш. Вроде по сорту. Из предыдущих луковиц, которые обрабатывала две недели назад, пара оказались пересорт. В принципе, неплохой пересорт. Мне понравилось. Там получился дублет и мягик грин вместо нимф. Вот так вот тут мы видим кучу корневых клещей. Следы деятельности. Удаляем. Секундочку. Забыла надеть очки. У нас уже почти весна, хоть и морозно. Уже у нас начался, традиционно говорят, серый месяц. Бозай. Он начинается 21 февраля и заканчивается 21 марта. Последний день зимы, последний месяц зимы. По народным поверьям. И уже все садовники, огородники выползают, шумят, стучат, обрабатывают, копают. Что вроде есть, чем заняться гавкой на соседей. Тут, в принципе, если убрать небольшое истощение и зацветение луков, пока выглядит нормально. Внешнюю чешуйку я сниму, а потом дунца до обработы еще неизвестно, сколько слоев надо будет снять. Цветонос обрезаю. Здесь я его оставляю, потому что в нем еще присутствует вода, которой сейчас крайне необходима луковица для восстановления, пока она не отрастит корни. Лука уже отсвела, так что она потратила все ресурсы, и лишать ее еще этого кусочка без надобности необходимой не нужно. Потому что, опять-таки, как я говорила, это, во-первых, источник воды, какой-никакой, плюс небольшая помощь в фотосинтезе. То, что зеленое производит кислород для нас и участвует в процессе дыхания для растения. А в остальном весьма неплохо. Сейчас обработаем ее Меральдом. И уже пора искать где-то у меня тут в сарае. Надо найти Меральд, что тут уже заканчивается. Гудит у меня трансформатор. Я уже несколько раз говорила, что у меня освещение было куплено в Америке. Соответственно, оно рассчитано на другую частоту. Поэтому приходится использовать трансформатор, который гудит. Смазываю Меральдом от клещей. Меральд мягкий препарат, поэтому его можно использовать неразбавленным. Если вы используете другие, более мощные корициды, естественно, надо разводить их по инструкции, потому что очень часто бывает, что пользуются неразбавленным актеликом. В результате луковица сгнивает за пару суток. Потому что она просто-напросто выжигается препаратом. Итак, вторая луковка. Здесь более четко видны поражения клещом. Напоминаю, сотни видов растительноядных клещей на гипиаструме. Чаще всего бывают луковичные, которые живут на луковице. Луковицы проявляются такими вот пупырышками. Потом они съедают чешую в труху. Потом бывают, естественно, паутинные клещи. От него никуда не деться. Эта зараза залетает с воздухом при проветривании запросто. Еще бывают цикламиновые клещи. Он характерен такими ярко-красными, алыми пятнами на листьях. Как будто кровью полили или максимом свежим. Также бывают корневые клещи, которые питаются корнями и тонцем луковицы. Здесь мне надо будет много чистить, поэтому я сначала зачищу все слои. А потом уже весь цветонос был. Пока я не буду его чистить. Там вроде бы спокойненько все. Если не будет ничего катастрофичного. А вот, видите. Это клещи ушли вглубь. Здесь мне придется... Как раз раз точка, два точка. Тут пошло вдоль. Здесь мне придется вырезать клином. Если это не зачистить, то через пару месяцев от луковицы останется просто труха. Это первый слой. Чаще всего они проникают в луковицу именно вдоль роста цветоноса. Потому что здесь шейка ослаблена, раскрытая. И в нее они с удовольствием... Вот, видите. С удовольствием лезут питаться. Не хочется, но надо. Вот и все. Клещи. Именно поэтому чаще всего у меня все видео с глубокой зачисткой. Бывают еще капсулы внутри листьев, внутри чешуек. То есть такие красные включения внутри. В теле чешуи сидят. И там целая колония этой заразы. То же самое бывает и с корнями. Утолщение на корнях. Здесь сидят клещи. Так. Тут вроде чисто. Будем считать, что здесь закончено. Вот эти вот клещи, которые живут в корнях и в донце. Вот видите, как они проедают насквозь. Многие обвиняют меня в пустом... Не на ютюбе, я знаю, есть группа, где активно обсуждают мои видео. Дело в том, что через мои руки прошло уже столько луковиц. Я столько всего насмотрелась, что иногда вот желая сохранить дополнительно какие-то там кусочки луковицы, можно в результате проглядеть такие вот колонии. И через пару месяцев вместо того, чтобы любоваться растущими листьями, можно выкинуть луковицу целиком съеденную. Вот так. Так что это вынужденная хирургия. Что я говорила, это уже не раз, не два и не три. За пять лет активной работы с гипиаструмами я такого насмотрела, что... Сейчас обрезаю все без сожаления, потому что восстановиться-то луковица может легко. Но если что-то проглядеть, да, ты смотришь на нее в ожидании чего-то интересного, а там внутри идет процесс гниения. Ну что ж, пока это пускай у меня стоит. Где-то через часик, после того, как высохнет Меральд, я смажу это все Максимом. Опять-таки часик подожду и буду сажать в грунт. Грунт должен быть слегка влажный, то есть вы засовываете палец в грунт и чувствуете, что там присутствует какая-то влага, но палец абсолютно не пачкается. Это оптимальная влажность грунта на несколько дней. Через два-три дня, когда полностью подсохнут все раны из-за живот, вот можно уже поливать, причем поливать вокруг, не под донца, а вокруг, чтобы опять-таки донца было сухое, но вокруг грунт оставался слегка влажный, что стимулирует рост корней, то есть корни просто будут распространяться в разные стороны, в участки грунта, где существует необходимая для них влажность. Ну что ж, на этом на сегодня все. Желаю всем удачного дня. Пока!